Поэтому с точки зрения американского истеблишмента совершенно очевидно, что факт какого-то российского вмешательства или попытки какого-то российского вмешательства в американские выборы считается доказанным. Но если я правильно понимаю, то вы назвали два фактора. Фактор первый это попытка взломать некие избирательные системы, которые не удалось. И фактор второй это работа с Ассанжем и с Викиликс. Но при этом, как известно, справедливость и правдивость опубликованного Викиликс не оспаривает. То есть та информация, которую у себя напечатал Викиликс по поводу деятельности избирательного штаба и руководства демократической партии, это правда. Тогда получается, чем недовольны американцы? Тем, что эта правда стала известна или как она стала известна? При том, что доказать связь Ассанжем и Викиликс с Россией, ну, вежливо говоря, пусть пытаются профессионалы. Хотя если посмотреть на параллельно существовавшее панамское дело, когда были озвучены счета многих людей из Европы и на территории бывших соц. стран, и было сказано, что вот, удалось взломать, это героические журналисты, они молодцы. Хотя, по сути, деяние Викиликс, а деяние тех, которые скрыли панамское досье, ничем не отличается. Но кто-нибудь в Америке говорит, подождите, подождите, но ведь Викиликс сказала правду. Разбирательство на эту тему будет или нет? Или все говорят, нам это не важно, кажется, Викиликс помогла России. Я думаю, что вы точно заметили, Владимир, что сам факт достоверности информации, представленной в Викиликс, этот факт под сомнение не ставится. И первоначально, когда началась по этому поводу волна возмущения, то эта волна возмущения, она ограничивалась демократами, которым было очень обидно, что такая информация была скинута во время избирательной кампании, когда она, естественно, способствовала интересам Трампа, а не Хиллари Клинтон. Но потом постепенно демократам, и не только демократам, но и в какой-то мере неоконсерваторам, и многим другим, которые просто следили за всей этой ситуацией, постепенно как-то фокус дискуссии изменился. Он изменился, он отошел от того, что сумели обнаружить в Викиликс, и сконцентрировался на том, кто это сделал. И главное, стали говорить о том, что если это сделала Россия, то очень возможно, и даже невозможно, скорее всего, это делалось в сотрудничестве с командой Трампа. То есть, они сумели изменить фокус дискуссии. Нет того, что сумели обнаружить в отношении кампании Хиллари Клинтон, а появилось какое-то объяснение того, что Трамп говорил неортодоксальные вещи в отношении России, в отношении Путина, в отношении возможности российско-американских отношений. И вот стало выглядеть с точки зрения этой логики, что то, что делала Россия, это не просто была какая-то, ну если хотите, разведывательная операция, какие-то активные меры, на которые Россия шла и раньше, и Соединенные Штаты известны шли неоднократно в России и во многих других странах мира. Пошли разговоры о том, что был какой-то сговор между командой Трампа и российским руководством. И вот это, конечно, и стало главной темой скандала, и это теперь висит в качестве альбатроса на шее администрации Трампа, на шее личного президента, когда начинаются любые попытки как-то наладить диалог с Москвой. Обозначает ли это, что движение американского политического истеблишмента в сторону импичмента президента практически уже, вот прошло точку невозврата? Что вопрос не будет ли импичмент, а когда он будет? Я думаю, что так вопрос ставить сейчас рано. Потому что есть, конечно, люди в Конгрессе, радикальные члены, левые члены демократической партии, которые раньше считались маргиналами, сейчас воспринимают более серьезно. Но вот за исключением этих людей, специфических, в некоторых случаях просто одиозным, о импичменте пока никто не говорит. То есть говорят о том, что давно быть расследование, если что-то будет обнаружено и доказывано, оно может привести к импичменту. Но я вот не знаю серьезных влиятельных людей, которые пока бы поддерживали импичмент. И, вы знаете, средства массовой информации тоже очень хочется нагнетать обстановку.